Мне кажется, что не стоит разговаривать о том, как сыграл каждый. Нужно объективно оценивать, как сыграла команда. Свои личные достижения нужно ставить на второй план всегда в любой команде. Главное, чтобы побеждать команду, при этом ты не выделяешься, пусть индивидуально, всегда запомнив команду победителя. Если ты будешь яркой личностью, когда эта команда будет проигрывать, я думаю, что твое имя не будет долго помнить на соревнованиях. Очень обидно было вчера, даже элементарно. Понятно, что все устали, что устали ребята психологически, морально, физически. Но сравнивать вчерашнюю игру и сегодняшнюю игру, совершенно две разные вещи. Почему? Не было вчера каких-то сил эмоциональных, моральных. Потому что с Болгарией выложились, много эмоций отдали, много отдали сил. Было много сказано слов по этому поводу, что играли душой и сердцем. Возможно, в вчерашней игре не хватило какого-то огня немножко. Не было какой-то искры, чтобы кто-то зажег и зажглась вся команда. Очень обидно, что так получилось. Прежде всего, перед собой каждый должен задуматься, что сделал ли он все на этом «Ирбаскете», что от него зависело, вложился ли он полностью. Я думаю, не заканчивается на этом жизнь, нужно работать. Игры показали, что мы можем играть с таким командой Россия и Словения. Просто, наверное, в концовках не всегда верили. Где-то не хватало везения, фарта. А так, в принципе, показывали довольно неплохой пускайбол. Хочется пожелать всем ребятам удачи. Очень плохо получилось сегодня. Фес тромировался. Очень обидно. Последняя игра, которая уже, в принципе, решала для нас, какое место мы займем, но все равно. Очень обидно за Феса. Пускай он вскоре поправляется, чтобы не было проблем серьезных, чтобы поскорее он стал на ноги. Ну и всем ребятам хочется желать в новом сезоне удачи, фарта, чтобы они получали в своих командах побольше игрового времени, удовольствия. И чтобы в следующем году, когда мы встретимся в сборной, чтобы у нас немножко больше было везения, больше сыгранности. Ну и всего хорошего. Всем спасибо, кто болел за нас. Кто не сильно болел, пускай немножко исправится. Мы тоже будем исправляться, будем работать с ними ошибками. Спасибо большое. Ну, вы знаете, в основном, как бы, общая картина, конечно, мы абсолютно лучший в Рабаскорбе в истории украинского баскетбола, я так считаю. Вы оказали достойные игры. Буквально совсем малость не хватило, чтобы попасть в следующий этап. Где-то чуть везение, где-то чуть не сами не доработали. Будем разбираться, будем смотреть. Ну, в общем, в целом, неплохое впечатление. Немножко осадочек, но нормальный. Хочу поборить всю команду, всех тренеров, массажистов, докторов. Большую работу мы все вместе сделали. И сделали ее, я скажу, на четверку. И могли чуть-чуть быть лучше, но я считаю, нормально. Будем работать, есть на чем работать. Но я от себя скажу, как это не тяжело говорить. Я принял такое решение, что это была моя последняя игра за сборную Украины. Я 11 лет отдал этой стране баскетболу. Как бы приезжал сегодня в сборную и играл всем сердцем. Но время пришло, я такой игрок-максималист. Если играть, играть, не играть, не играть. Поэтому я почувствовал на этом чемпионате, что, по-моему, я отдал все сборной. Хочу сказать большое спасибо болельщикам. Спасибо.